Я внимательно просмотрел все ответы президента на поступающие вопросы, его оценки. Прежде всего хочу подчеркнуть, что держался довольно уверенно, владеет обстановкой, преимущественно очень лаконично и грамотно отвечает на вопрос, связанный международной политикой, что касается финансо-экономической ситуации внутри страны. Мне думается, те службы наши экономические, которые ему дают показатели и характеристики, приукрашивают и лакируют реальную обстановку. Она прежде всего просматривалась предпоследних вопросов, когда трем ветеранам дали возможность задать, Игамов, который многие годы работает в комсомолке, прямо сказал, что ваш оптимист не совсем разделяют граждане нашей страны, а он каждый день получает сотни вопросов и видит ту боль, которая сочится из всех регионов. С другой стороны, если брать по-крупному все, что связано с национальными проектами, и его посланием здесь он четко обозначил приоритеты. И считаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что надо выходить на мировые темпы экономического развития, надо обеспечить прорыв в ведущих направлениях, и надо все сделать для того, чтобы одолеть бедность. Но для этого и нужен бюджет развития. По крайней мере, когда он представлял Медведева здесь в Думе, я прямо сказал, под вашу программу бюджет развития должен быть 25 триллионов рублей. Такого бюджета нет, и те темпы, о которых он говорил сегодня, не обеспечивают реализацию его посланий. Эти темпы должны быть минимум в 2-3 раза увеличены. Они должны быть минимум мировые 3,5%, а чтобы войти в пятерку ведущих сторон мира, это главная задача, темпы должны быть 6-7%. При той финансо-экономической политике курсе, которую он реализует, его министры, эта задача нерешаема. Поэтому сегодня нет внятного ответа, а что будут делать его министры и правительство, чтобы войти в пятерку ведущих стран. Если брать бедность, ситуация по-прежнему аховая. 50-й месяц подряд граждане страны теряют свои доходы. Выжать на 10, 12, 15 тысяч невозможно. Если, говорите, у вас неплохо складывается бюджет, то почему нам отказали 8 раз, когда мы вносили поддержать детей войны, а для этого надо всего 140 миллиардов? Почему отказали помощи школьникам по стакану молока, а для этого надо всего 15 миллиардов? Почему нам отказывают поддержки науки, фундаментальной науки, а у нас сегодня китайская фирма Алибаба тратит на фундаментальную науку больше, чем по всем статьям бюджета Российской Федерации. Поэтому эта нестыковка будет совершенно очевидна и дальше усиливается. Когда начинают расхваливать Кудри на его предыдущую политику, то это, на мой взгляд, еще очередная ошибка президента, та же, которую он допустил с пенсиями. Прозвучал вопрос о пенсиях, правда, после того, как два с половиной часа уже шла пресс-конференция. Это самый больной вопрос, который будет кровоточить на протяжении ближайшего десятилетия. Это стратегическая ошибка Путина и его команды, что он поддался на уговоры того же Кудрина. В Кудринской программе вопросом номер один, два года назад на Гайдаровском форуме он ее заявлял, была пенсионная реформа и ограбление граждан страны. Там всего было три идеи. Поднять пенсионный возраст, вторая – распродать последнюю госсобственность, и третья идея – создать то правительство либералов, которое ему нравится. На мой взгляд, это трагично будет для страны, в том числе и для команды Путина. На том, что они протащили бесцеремонно пенсионную реформу, Путин потерял 20%, а Единая Россия уполовинила свою поддержку. Это будет продолжаться. Если взять вопросы фундаментальные, связанные с теорией, вот, страна не может вернуться к социализму. Правда, стало говорится, что некоторые программы носят социализированный характер. Так вот, сейчас мы имеем два варианта. Мы в прошлом веке имели советский вариант и фашистский вариант. Рузвельт вынужден был проводить новый курс, опираясь на советский вариант и поддерживая Сталину в борьбе с фашистами. Сегодня есть два варианта. Западный вариант. Проседает Америка, грызутся между собой. Проседает Европа на все четыре ноги. Англия уже бежит оттуда. А ведущие лидеры никак не договорятся с своими народами. А китайские реформы исполняются в эти дни 40 лет. За 40 лет средние темпы 10%. Страна увеличила доход городского населения в 100 раз. В 100 раз увеличили. С 343 юаней до 33 тысяч. Жилье на городского жителя от 6 метров до 33 метров. Есть возможность посмотреть. Вот планово-рыночные преобразования китайской экономики по пути социализма с их спецификой в опоре на суперсовременные технологии дали блестящий результат. И если Путин своей командой дальше нас будет тащить по либеральной модели, которая угробила у нас все базовые отрасли, и сегодня мы барахтаемся в этом кризисе, то ничего хорошего мы не получим. Мне очень понравился вопрос об идее, связанной с патриотизмом. У нас в Конституции написано, это, конечно, дурацкая запись, что страна не должна иметь идеологии. Идеи во многом правят мира. Гениальные идеи Нагорной проповеди и сегодня являются главными. Что касается идеалов социализма, справедливости, дружбы, они не только правили всем веком, они открыли целым народом гениальные прозрения и дали им возможность добиться потрясающего эффекта. Патриотизм – любовь к родине. Но у меня всегда возникает какой родине? Олигархической. По ходу его выступления было ясно. Ему задали вопрос, что ж получается у нас. Одни получают черти сколько, а вторые концы с концами не сводят. А таких уже, кто не сводит, почти 50 миллионов в стране. И самое удивительное, Путин ушел от этого вопроса. Он сказал, да, надо помогать бороться с бедностью, но почему не обложить оброком олигархию? Почему не взять с нее нормальную шкалу налогов, как в той же Америке, в ее любимой Германии, где он служил, я там тоже служил, в Красной Армии. Почему не принять это решение, оно давно перезрело. Ведь мы положили на стол 12 законов, по которым можно завтра бюджет сделать, бюджетом развития реальным, в принципе. Так вот, мало любить родину. Надо понимать, что наша родина давно выстрадала национальную идею. Выстрадала. Идеи не рождаются в головах. Они рождаются в победах, муках, походах, борениях, поражениях. Мы ее родили давно. Она, так сказать, состоит из четырех элементов главных. Без сильной, исполнительной государственной власти наша страна существовать не может. Ей нельзя управлять с нетрезвым виде, с пустой головой и слабой рукой. Это все понимали. Мы сейчас закончили работу «История Отечества» в лицах, начиная от Рюрика, кончая Путиным. Вот представим вам ее в январе месяц. Когда были мудрые и сильные правители с характером и волей, тогда и получали результат. Но когда эта воля подкреплялась еще особым отношением граждан. Когда я впервые читал табель о рангах Петра Великого, я был поражен. В первом месте занимали военные, потому что надо было отбиться от всех и сколотить империю. Восьмой ранг прапорщик после служения государству 25 лет имел право на дворянство. Прапорщик Нижний Чин имел право на дворянство. Она надо было преобразовывать. И горный инженер, если он окончил высшее учебное заведение, имел право на дворянство. В втором месте шли те, кто обслуживал, а на последнем месте были придворные. А сейчас придворные впереди, дирижируют и Думой, и Советом Федераций, и командуют правительством. Это абсолютно ненормальная структура. Вторая идея. Без чувства коллективизма наша страна не может существовать. И все это прекрасно. Третья. Высокая духовность и справедливость. Вот когда советская власть объединила коллективизм, духовность, великолепные знания вместе с патриотизмом, тогда и были самые гениальные победы. Так что нам придется вместе работать над этим направлением. Что касается ответа его по международным делам, я должен сказать, меня крайне насторожило торгальство вокруг Курильских островов. Я сегодня особым вниманием слушал ответ. По крайней мере, главное он сказал, каким образом можно договариваться, если Окинава оккупирована американцами, и завтра американцы появятся на любых наших островах. Категорически. Но есть еще одно. Один правитель в России и нигде не имеет права раздавать земли. Это общенациональное достояние. Никто не имеет права. У нас нет лишней земли. Нам и чурой не надо. Поэтому надо твердо и ясно заявить, чтобы там никаких устремлений не было. С немцами немцы капитулировали после нашей победы. И никто не претензий никаких. Если вы начнете раздавать, завтра у вас появится такой список желающих, что останетесь с московско-поповским царством. Вот идите в Америку и скажите, что надо отдать России Аляску. Они же нам даже деньги не отдали за Аляску. Вас сразу арестуют, 20 лет тюрьмы дадут и конфискуют все имущество. Я читал их законодательство. Я спрашиваю американцам, почему у вас такое жесткое законодательство. Ответ меня просто порадовал. Он говорит, если пойти по этому пути, Манхэттен принадлежал голландцам, Флориды испанцам. Два штата Техаса и Мексика принадлежали мексиканцам. Послезавтра от нашей страны ничего не останется. Поэтому вопрос территориальной целостности – это вопрос номер один национальной безопасности. У нас он тоже должен быть вопросом номер один. Ну и в заключении, в принципе, я бы на сегодняшний день президента сейчас пригласил бы всех опытных политиков, крупных ученых и обсудил бы вопрос. Два юбилея, которые отмечает сегодня страна и наш стратегический союзник. 25 лет Конституции и 40 лет реформ Дэн Сиапина. И сопоставить, посмотреть, что дали те и что мы имеем в результате расстрела парламента и танковой Конституции. Я думаю, было бы весьма полезно. Вот только что наше молодое поколение, а мы вот Дмитрий Георгиевич у нас возглавляет, он несколько раз в Китай возил группы, ездил, выступал. Сейчас выпустили блестящий материал на эту тему. Недавно там представлял мою книгу «Глобализация России под прицелом глобализма». Вот мы бы могли показать и рассказать, что значит реальная борьба с бедностью. Только за то, что китайская Компартия вывела из полной нищеты 740 миллионов. У них прожиточный минимум сегодня в два раза выше нашего. Только за это ей памятник поставят на любом суде истории. В следующем году они решают эту проблему практически полностью. К столетию Компартии бедных, нищих в Китае не будет. Я первый раз у них был, мне казалось, из этого нельзя вылезти. Можно. А что касается высоких технологий, освоили все, блестяще. И они идут сейчас впереди планеты всей. В этом году по патентам, научным открытиям, изобретениям Китай обгонит все страны мира. Обошел уже и американцев. Так что без социализма, справедливости и дружбы народов мы не справимся. Я с трибуны Думы напрямую обращался к президенту, когда он представлял Медведеву. Обращался к Медведеву, и вчера еще раз. Обращался к Володину, Совету Федерации. Ко всем, кто отвечает за законность в стране. На каком основании преследуют лучшее хозяйство и Грудинин. Почему дали три года Бессонову и породили в правах на 25 лет? Почему продолжается беспредел, в том числе и в Хакасии? Ну вот по Хакасии вчера мне удалось убедить, что надо перечислить ресурсы положенной республики. Они перечислили. Сегодня, когда президенту из Хакасии задали вопрос, он сказал, кого народ избрал, будем поддерживать и помогать. Все остальное от лукавого. Абсолютно правильный ответ. Но что касается жуликов, которые там потеряли в первом туре голосования 400 миллионов, во втором почти 300, они продолжают свирепеть. Я сегодня вытащил с некоторых каналов последние репортажи. Мы возбудим уголовное дело, кто занимается этим. Мы уже предупредили, в том числе этих денежных мешков, если они не закончат подрывную работу, мы проявим волю и характер, так же, как проявили там на выборах. Ложь и грязь всякая, абсолютно омерзительная. Ничего общего не имеющие с реальностью. Ничего общего. Что касается Грудинина, мы в субботу провели партийную конференцию. Мы собрали все районы Москвы и обратились к гражданам страны. Мы создали комитет по защите совхоза имени Ленина, Грудинина и трудового коллектива. Трудовой коллектив всем дружно поддерживает тот курс и политику, который проводит их руководитель. Хозяйство лучшее и по показателям этого года. Средняя зарплата за 80 тысяч. Социалка лучшее не только в стране, а и в Европе. Отношения у людей великолепны. Вчера одного верующего, который переехал жить в этот район, спросил. Он сказал, каждый день молюсь, что живу в этом раю. Я, говорит, даже не представлял, насколько это интересно и прекрасно. Мы продолжим. Но на следующей неделе будет встреча с президентом. Я официально поставлю вопрос. К слову сказать, я надеюсь, что реакция будет соответствующей. Это касается и московской власти областной. Им надо закончить возню вокруг этого вопроса. Если брать Бессонова, все, что сделано судами, все фальсификация. У нас есть все материалы и документы. Мы продолжим борьбу за его освобождение. Его засудили абсолютно осознанно для того, чтобы запугать левые силы. Запугать нас не удастся. Я убедил своих коллег из ЛДПР и справедливцы. Они вместе со мной подготовили документ, который вручим президенту. Я надеюсь, что не веру присоединиться к этому. Просто расправа циничная и омерзительная, которая, вообще говоря, унижает и Думу, и унижает страну. Вот когда говорят о том, что преследуют наших моряков, да, преследуют. Давайте бороться, давайте помогать. Ну, здесь преследуют депутата. Офицера, который служил на Украине. Офицера, который вернулся на родину. Человека, который 20 раз ездил на Донбасс, сражался и помогал в Донбасс. Что ж вы делаете, расправляетесь с настоящим гражданином и патриотом. Я уверен, что мы отобьемся от этого нашествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова